14.00 в Украине. Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Надеждой Савченко назначена психиатрическая экспертиза, которую проведут в Москве. Об этом сообщил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Он утверждает, что украинскую летчицу и ее защитника оповестили в установленном порядке. Однако адвокат Марк Фегин опроверг это и заявил, что не получал официальных уведомлений. По его данным, Надежду вывезли из Воронежского СИЗО в понедельник. И на сегодня о ее местонахождении ничего не известно. Адвокат допускает, что летчицу уже могли доставить в клинику для проведения психиатрической экспертизы. На 26 сентября назначен суд, где должны рассмотреть жалобу Савченко на назначение ей обследования. МИД Украины проверяет информацию об исчезновении Надежды Савченко и намерен вручить представителю посольства России ноту протеста. Также будет требовать доступа к Надежде Савченко украинского консула. Это определено консульской конвенцией между Украиной и Россией. Кроме этого, уполномоченная Верховная Рада по правам человека Валерия Лутковская уже направила запрос о местонахождении украинской летчицы своей российской коллеге Элли Памфиловой. Украинские военные отбили попытку штурма населенного пункта Малоорловка в Донецкой области. Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. Террористы пять раз обстреляли блокпост в районе поселка из системы ГРАД, минометов и танков, после чего начали штурм. Силы АТО были вынуждены ответить огнем в ответ. По словам Андрея Лысенко, боевики продолжают совершать провокации против блокпостов украинских военных, как на Луганском, так и на Донецком направлении. Зафиксировано также несколько обстрелов Донецкого аэропорта и города Дебальцево. За прошедшие сутки погибших украинских военных нет. Ранены восемь человек. Боевики сбрасывают тела убитых на Донбассе российских военнослужащих в шахты. Такой факт зафиксирован в районе Свердловска, сообщает Дмитрий Тымчук. Как известно, Кремль упорно отрицает участие своих кадровых военных и российской военной техники в конфликте на Донбассе, несмотря на существующее доказательство обратного. Также Дмитрий Тымчук сообщает, что Генштаб вооруженной силы Федерации поручил руководству боевиков сфальсифицировать доказательства якобы преступлений украинских военных. Боевики на Донбассе нарушают минские договоренности. За прошедшие сутки противник обстрелял позиции села ТО более 50 раз. Об этом сообщают в информационном сопротивлении. Под огонь противника попали украинские подразделения в Красногоровке, Гранитном, Попасное, Орлово-Ивановке, Никишино. Наиболее напряженной остается ситуация в районе Донецка, Авдеевки и Дебальцево. Наговоренности об отводе артиллерии калибром более 100 мм боевики выполняют лишь частично. Одновременно на границе с Украиной и в северной части Крыма Россия продолжает накапливать живую силу, вооружение и военную технику. Зафиксирована переброска к административной границе с Херсонской областью нескольких комплексов ПВО. Сообщение о массовом расстреле мирных жителей украинскими военными. Дезинформация российских СМИ направлена на дискредитацию украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе ОТО. Напомню, вчера боевики показали журналистам и наблюдателям ОБСЕ массовое захоронение возле населенного пункта Нижняя Крымка Донецкой области. Тела якобы были извлечены из шахты номер 22 Коммунарская. Террористы заявили, что людей расстреляли бойцы Нацгвардии. Эта информация ложная. Ни одно подразделение Национальной гвардии Украины не базировалось возле данного населенного пункта. В Луганской области обстреляли наблюдателей ОБСЕ. Об этом сообщили в пресс-центре оперативного командования «Север». Инцидент произошел во время одной из атак на украинское подразделение, охраняющее мост через реку Северский Донец. Чтобы сохранить жизнь личного состава и представители миссии, украинские военные открыли огонь в ответ. Сотрудники службы безопасности Украины задержали организатора диверсии на территории Днепропетровской и Харьковской областей. Установлено, что действовал злоумышленник по заданию спецслужб Российской Федерации. Задержанный призывал к нарушению территориальной целостности Украины, также организовывал антиукраинскую пропаганду и вербовал наемников через интернет-сообщество. Во время обыска в его квартире сотрудники СБУ изъяли компьютерную технику, настроенную на канал связи с куратором российской спецслужбы, гранаты, профессиональную рацию, флаг Новороссии и удостоверение журналиста российского телеканала. Донецкий национальный университет переведут в другой регион Украины. Сейчас Министерство образования и науки ищет подходящее помещение и решат материально-технические и организационные проблемы перевода. Об этом сообщил министр профильного ведомства Сергей Квит. По его словам, ректор, преподаватели и подавляющее большинство студентов Донецкого университета заняли принципиальную патриотическую позицию. Они хотят сохранить свое учебное заведение и развивать его в дальнейшем. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк примет участие в девятой сессии Генассамблеи ООН. Глава правительства выступит на общих дебатах, а также встретится с генсекретарем ООН Панги Муном и главами делегаций, участвующих в дебатах. Кроме этого, запланированы встречи с представителями деловых кругов США, руководителями инвеста и финучреждений, представителями неправительственных организаций. Европейский Союз ответит на угрозу Москвы по поводу внесения изменений в соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Так, еврокомиссар Штефан Фюлия прокомментировал письмо Владимира Путина к президенту Украины Петру Порошенко. В нем российский лидер призвал к системным корректировкам документа. По словам еврочиновника, это грозит новым обострением отношений между Москвой и Брюсселем, а также ставит под угрозу срыва минских соглашений о перемирии на Донбассе. Фюлия потребовал от Путина отказаться от контрмер в ответ на заключение договора об ассоциации. Реализация его положения и так отложена на 15 месяцев, чтобы российские компании приспособились к новым условиям. Парламент Словакии единогласно ратифицировал соглашение об ассоциации зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины. Ранее документ ратифицировали пять европейских стран. Румыния, Латвия, Литва, Болгария и Мальта. Соглашение должны одобрить парламенты 28 стран-членов ЕС. Тогда ассоциация вступит в действие. 500 миллионов гривен выделило правительство на реализацию программы перехода на альтернативные источники энергии. Об этом сообщил министр Кабмина Остап Семирак. 50 миллионов направят на компенсацию кредитов, тем самым мультиплицировав около 200 миллионов дополнительных средств для замены газовых котлов. Кроме этого, Кабмин предложил специальную тарифную политику для потребителей, которые готовы перейти на электричество или альтернативные источники энергии вместо газа. Областные госадминистрации должны составить перечень социально важных учреждений и предприятий. До 1 октября список необходимо передать в антикризисный штаб с графиком отключения от газа в случае его дефицита. Такое поручение отдал министр топлива и энергетики Юрий Продан. Это поможет сбалансировать потребление ресурсов в Украине и сохранить работу теплокоммунэнергии и газотранспортной системы в целом в случае резких перепадов температуры. Также министр попросил профильные органы отработать вопрос минимизации работы учреждений, которые используют голубое топливо. А по возможности вовсе ее прекратить с 25 декабря до 1 февраля. Напомню, долг потребителей всех уровней перед нафтогазом на сегодня составляет 40 миллиардов гривен. Украине хватит газа на зиму при соблюдении двух условий. Экономия ресурса более чем на 20% и обеспечение реверсом. Поставки топлива из Польши и Венгрии на данный момент выполняются в полном объеме. Однако этого недостаточно. Сейчас решающее значение имеют реверсы Словакии, считает эксперт по вопросам нефтегазового сектора немецкой консультативной группы Георг Захман. Впрочем, переговоры в этом направлении еще ведутся. Эксперты также отметили, что украинское правительство принимает правильные меры для экономии топлива. Как мы говорили, потребление газа в Украине уже снизилось практически на 20%. И этому поспособствовало падение промышленного производства. А также план по экономии газа, который выдвинул Кабинет министров. Для большей экономии газа индивидуальных действий отдельных потребителей недостаточно. Это должны быть системные решения, которые разработали все участники рынка. Ну а Киев продолжает диверсифицировать поставки энергоресурсов. В частности, это касается ядерного топлива. Уже в декабре первые партии американского ресурса доставят на южноукраинскую АЭС. Об этом сообщил первый заместитель главы государственной инспекции ядерного регулирования Украины Михаил Гашев. По его словам, все работы по разрешительным документам для ввоза топлива компания Вестингхаус в Украину уже завершены. В дальнейшем вопросом его доставки и загрузки будет заниматься Энергоатом. 17 сентября я подписал три основные документы. Первое – это положительная экспертиза по модернизированному топливу Вестингхауса. Второе – это экспертный выясновок. И третье – разрешение на завоз на территории Украины модернизированного топлива Вестингхауса. В декабре эта партия придет на южноукраинскую атомную станцию и ориентировочно конец декабря-начало января загрузится на третий блок. Китайские банки массово отказывают клиентам из России в переводе средств через офшорные счета. Об этом свидетельствует письмо из банка, попавшего в распоряжение информационного агентства и Тартас. Финансовые учреждения Поднебесной опасаются ухудшения отношений с Соединенными Штатами в связи с кризисом в Украине. Компании, зарегистрированные в Гонконге или в офшорных зонах, могут открывать в китайских банках счета, выведенные из-под валютного контроля китайских регуляторов. Это популярный механизм расчетов при торговле с КНР. На этом у меня вся информация. Увидимся позже. До встречи.